Валентина Бондар, Андрей Андреевич, спасибо за школу Кайлас, пусть у нас будет хорошо, даже не сомневайтесь, у нас точно все будет хорошо. Как защитить себя от информационного безумия? Люди говорят о болезнях, вирусе, везде одна тема, какой-то психоз. Зная философию школы, стараюсь находить для себя хоть немного позитива, как помочь преодолеть эти страхи? Вот смотрите, вам для того, чтобы изменить ту информацию, которую вы получаете, необходимо сейчас прямо зайти в YouTube. Вот я захожу в YouTube, нажимаю навигатор и смотрю, что здесь мне сейчас предлагают. Я вам сейчас прочитаю, что мне предлагают и на что я настроен. Итак, мне предлагают выдержать Лихата сразу двоих пап, посмотреть сериал Папик, пятая-шестая серия, посмотреть Литвин и Гордик, кто больше купит авто за 24 часа, дальше Радостные приключения Мюнхгаузена, новый сериал, дальше Я себя знаю, Семен Слепаков, дальше Девочки рулят, спонтанное решение, приезд на виллу, еще, видите, у меня нет никаких совершенно новостей, которые связаны с какими-либо, с какими-либо новостями, которые связаны там с заявлениями. Что обычно у людей? Вы начинаете сами искать для себя какую-либо информацию, начинайте вводить там заявление Лаврова, заявление Петрова, там, когда будет война и так далее. Удаляйте эту информацию, блокируйте ее и напишите себе там, как готовят пищу, получайте больше информации о том, там, обучайтесь какой-нибудь, просматривая какую-либо информацию, обучайтесь этой информации. Вы же специально для себя ищите это все. Не надо для себя специально искать информацию обо всем плохом. Ограничивайте себя. Нет информационного безумия, я в нем не живу. Потому что я ограничиваю себя от любого информационного безумия. Смотрю кино, потом слушаю музыку, сегодня писал для вас семинар, который будет завтра проходить, это как выйти замуж. Писал седьмую ступень, там, пишу книжку какую-то. Когда есть свободное время, я там занимаюсь производством, читаю там книги, которые связаны там с тем, чем я собираюсь дальше заниматься. Читаю чьи-либо исследования. Когда совсем много свободного времени, мне нравятся китаянки, которые готовят пищу. И мечтаю сам, ну и скорее всего это все реализую, там видео, где я буду сам готовить какую-либо пищу и так далее. То есть сейчас это все я подготовлю и в дальнейшем буду этим заниматься. То есть вам что, есть время этим... Вот смотрите, чем я отличаюсь от вас? Ничем. Но у меня нет этих новостей, у вас есть. Информационное безумие. Люди говорят. Какие люди говорят? У меня лично нет знакомых таких, которые говорят. Я вот дома общаюсь с семьей, никто не говорит. Жене я вот разговаривал сегодня, он об этом мне ничего не сказал. Ехал с шофером Владом, говорю, как дела? Хорошо. Что будешь завтра делать? К маме своей поеду. Потому что маме обещал отвезти ее в деревню. С дворником, не дворником, а там у меня человек есть, который делает сад садовником. Говорю, как дела, Сережа? Он говорит, хорошо дела. Говорит, в этом году совершенно не болел. Спина заболела у меня. Андрей Андреевич, чем мне помочь? Я говорю, ну а как там вообще, карантин и все остальное. Он говорит, да мне некогда, я вообще в эту сторону не смотрю. Я говорю, ну а если в стране война, то чем будем заниматься? Он говорит, ну что будем делать? Будем что-то делать. Проблему нужно решать в тот момент, когда она возникает. И информационное безумие, там Скобеева я не смотрю, там Украину, Лаврова, Гончаренко я не смотрю, там каких-либо политиков я вообще игнорирую, они мне неинтересны. Уже если кого-то послушать, то я лучше послушаю там Пайлота Бабу или там Девраха Бабу, или почитаю какую-либо книжку. Но уже если совсем плохое настроение, и хочется крови и грязи, то Библию и почитаю. Знаете, ну какое информационное безумие? Ограничивайте. Кто же вас должен ограничить от него? Сами убирайте. Так много приятной и хорошей информации. Есть куча шоу, есть куча там, как это сделано, там. Напишите запрос, какие программы мне посмотреть для того, чтобы. И там, для того, чтобы научиться. Там, хорошо печь хлеб. Начните сами вести какой-нибудь психологический семинар. Там, я не знаю, там, так много всего сейчас. Время реализации. Пойте песни просто. Записывайте на видео. Может, это кому-то понравится. Если не понравится, то будет воспоминание.